13.06 в Кирове, это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занькой, напротив меня Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортер» и пресс-секретарь компании «Вятич» на общественных началах, как Володя попросил его представить. Отлично, вот это правильная формулировка. На общественных началах, прошу заметить всех, кто пытается узнать гонорары Маматова на «Вятище». То есть я так понимаю, что и нам сегодня тоже секреты в этом смысле раскрыты не будут. А тем не менее, вопросы на сайте есть к тебе, Володя, по поводу всего того шума, который поднялся вчера после комментариев, в частности, в первую очередь, твоих и дальше других представителей компании «Вятич» на предложение Марии Шараповой стать лицом бренда компании. Вот я, честно говоря, не припомню, чтобы такое количество федеральных СМИ, включая, между прочим, московское эхо наших старших коллег, вообще никогда, никогда. Тем не менее, вчера целый день все новостные ленты были наполнены вашим предложением скучающей и находящейся в депрессии, как сказала Мария Печенкина, представитель Заводовича, Марии Шараповой. У нее до Печенкины сказали представители «Вайф-ньюс», которые до Шараповой сумели дозвониться. Так. Ну, вот после этого Мария, как минимум, должна жениться, наверное, раз она грустит, а ей предлагают. Но, тем не менее. Вопросы следующие на сайте приходят тебе, Володя. Во-первых, серьезный вопрос. Как «Вятич» оценивает себя в конкуренции с «Найком»? Антон Михайлович пишет. Отвратительно, отвратительно. Конкуренция с «Найком» даже не предвидится. Я бы с позиции «Вятича», я бы даже не рассматривал конкретную борьбу, я сразу получил почетное второе место. Так. Ну, глядишь, «Найк» простимулируется в вашем предложении, вернется к Марии. «Вятич взял вас на пожизненное обеспечение после пресс-конференции с Путиным?» спрашивает Михаил. Нет. Если кто-то хоть немного знакомый с менеджментами и владельцами «Вятича», то фраза «пожизненное обеспечение» явно не в эту сторону. «Ну и о каком патриотизме говорят представители «Вятича», когда Шарапова давно уже американская спортсменка с американскими тренерами и активами в банках?» спрашивает Алиса. А вот тут я думаю, что несколько ребяточки заблуждаются. Почему? Потому что весь этот допинговый скандал, я не хочу казаться категоричным, но мне кажется, что он все-таки имеет политическую подоплеку. То есть в какой-то степени кому-то вдруг показалось, что спортсменка из России, она все-таки из России и позиционировалась всегда как русская. Ну, выступает в конце концерта. Да, да. То есть неплохо бы, пожалуй, ей и спорт настроение. Ну, почему не сделать это с помощью этого мельдония, который едят сами американцы? Ну, ты очень высоко оцениваешь статус Марии Шараповой, если считаешь, что вот этот запрет мельдония был сделан специально, как выпад в сторону Марии Шараповой. Нет, нет, не в коем случае. Запрет мельдонии наверняка был сделан общий. Но просто под раздачу первых, кто попадал, это Мария Шарапова. И этим воспользовались вот и все. Ну, Мария Шарапова сделала не менее, наверное, эффектный маркетинговый пиар-ход, чем сделали вы, Владимир, на днях, да, собрав эту пресс-конференцию и вот представь такой милый, белый, пушистый. Ну, да, она очень хорошо, кстати, отыграла. Очень грамотно. Мне понравилось. Я смотрел то, что она сделала. Ну, и все-таки патриотизм. Компания Вятич выступает как патриот, а Алиса тут обвиняет, что вы американской спортсменке пособничаете. У нее, во-первых, два паспорта по ходу матча. То есть один американский, второй русский. Во-вторых, она по-прежнему воспринимается большинством как выходец из России. Два. И в-третьих, я не помню ни одного спортсмена вообще, безнаковой фигуры мирового уровня спортсмена, который бы рекламировал русские продукты. Ни одного. Если ты вспомнишь пример, я буду только признать. Нет, я помню, что мне вспоминается. Мне вспоминается Аршавин и Чипсы Лейс, которые ни разу не русские. Чипсы Лейс никакого ни разу с Аршавиным не рифмуется даже в очень тяжелом состоянии. Ну, я, по-моему, я не ошибаюсь, он точно рекламировал. Ну, тем не менее. Не исключено. Не исключено, да. Практически, советскую, извините, российскую сборную, поскольку дисквалификации грозят одному за другим нашим спортсменам. Каждый день мы получаем сообщение. Ну, вопрос только в росте продаж самого Вятича. То есть, если удастся вывести на какой-то приемлемый уровень продаж, допустим, в Китае, я знаю, что там, по-моему, 19-го они улетают. То есть, в 20-х числа открывается выставка в Шанхае. То есть, делегация Вятича летит в 20-х числах в Китае. Вот, но насколько быстро удастся там получить дольку, или маленькую-маленькую дольку китайского рынка, а китайский рынок чуть-чуть арифметически отличается от российского. То есть, в принципе, Вятичу достаточно 1%, я так думаю. Вот, и насколько удастся в Китае, насколько удастся в ЕС, насколько удастся в США, это вопрос времени. И здесь лицо Марии Шараповой, конечно, очень подпомогло. Вот, я практически уверен в этом, потому что, насколько я знаю, что в Китае, что в Японии, западные звезды, западные спортсмены идут просто на ура. А с чем же в данном случае летит компания Вятича? Нет, сейчас это просто выставка, сейчас это обмен мнениями, там очень небольшие поставки, там несколько вагонов в месяц, по-моему, всего выходит. Ну, ежемесячно. Да, конечно. Ну, это ерунда, по сравнению с общим объемом, который можно сделать, там, да, я вообще на месте Вятича построил бы завод, там, один, второй, третий в Шанхаре. А мысли есть такие Вятичи? Ну, Вятича не знаю, у меня они есть. Вот вопрос, кстати, по этому поводу от Вадима на сайте эхокирова.ру. Владимир, кто и как выбирает персону или новостной повод, чтобы делать такие заявления от имени компании? Кто организует такой пиар и маркетинг? Вы лично? Нет, нет, не один только я. Кто тогда, что называется, криатор? Ну, очень мягко, обтекаемо, скажу, что это коллегиальное решение. Почему мягко, обтекаемо? Есть персоны, о которой нельзя говорить? Почему нет? Это обычно обсуждение нескольких человек. То есть, все-таки... То есть, если понимается, что да, общее мнение к этому склоняется, то выбирается фигура, выбираются какие-то действия. Ну, фигуры, которые выбирались, они такие очень знаковые и значимые, и весомые не только на уровне России, но и вообще всего мира. Потому что Путин и Шарапова, это правда два... Ну, это нормально. Тяжеловес. А кто может стать третьим? Какого уровня должна быть персона или событие, чтобы Вятич отреагировал на них? Вот, сожалею, Света, у меня есть железное право, я никогда не раскрываю свои карты до конца. Ну, есть уже какие-то выставки? Конечно, конечно. Ага. Там один человек или несколько? Ну, у меня парочка есть в запасе. Парочка? Значит, все-таки у Маматова есть парочка. Хорошо. Это Владимир Маматов, коммерческий директор газеты «Репортеры», пресс-секретарь компании «Вятич» со своим особым мнением у нас в эфире. Ну, и тоже про обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Тут уже на протяжении нескольких недель идет полемика в интернете по старому новому поводу, о старом новом наименовании нашего города. Боже, боже, боже мой, как я говорю, покойная бабушка. Сразу же, конечно, президенту о переименовании. Одни собирают подписи за то, чтобы переименовать Вятку, другие с категорической критикой и с требованием оставить наименование города Кировым. Я тут посмотрела, что сопровождает все это вокруг и какие значимые персоны сделали какие-то заявления в последние месяцы. Ну, интересно. Если отталкиваться от, если не ошибаюсь, конца февраля или января, ну, в общем, зимой, Никита Юрьевич Белых, губернатор Кировской области, заявил, что вопрос закрыт, тут обсуждать нечего. Люди против, поднимать не нужно этот вопрос. С другой стороны, все люди, которые приезжали так или иначе, между прочим, по приглашению Никиты Юрьевича, ну, или, как минимум, там, с его присутствием делали такие заявления. Все любили Вятку. Они все говорили, что нужно поменять имя города на Вятку, потому что это бренд, а Киров нет. Вот если мы говорим о брендировании в связке с первым нашим вопросом, что может быть брендом, а что нет. Как Владимир Маматов относится к вопросу? Если рассматривать абсолютно цинично, отстраненно, с цифрами в руках и с какой-то линейкой, то ты понимаешь, что брендировать эту местность необходимо только как Вятку. То есть, каким образом его можно брендировать как Киров? Какой именно товар, какой именно продукт, что именно связано с названием этим псевдонимом имени персидского царя Кира? То есть, персидский царь Кир подарил нам два варианта. Это псевдоним Сергея Мироновича Кострикова и глагол «керять». Вот больше пока... Известный русскому человеку очень хорошо. Великолепно, да. Керять. То есть, если мы хотим сделать Киров синонимом практически керять, да, то есть, ну да, давайте так оставим, это будет самая пьющая, прекрасная местность в России. А это твоя версия или это действительно связанные вещи? Керять? Нет, нет, это фантазия, конечно. Нет, это все время, когда давным... Я теперь буду сомневаться абсолютно во всем, даже в том, что очевидно, рядом с тобой. Нет, давным-давно, когда я собирался делать рекламу, она не прошла по многим причинам для ликвы и ликвы и ликвы из заводов в Кирове, когда этот вопрос по Киру, Кирову и керять он свол. Вот оттуда я это помню. Но вятка, это вятка. То, что говорят о том, что это купеческое, сколько построили коммунисты, вспомните, Сталина на вас нет и так далее, и так далее. Ну, да, я предполагаю, что вообще вопрос о переименовании, вопрос о народном мнении, вопрос о всем остальном преждевременный. И я бы на эту дискуссию просто забил. Что и сделал, Никита Ильич? Я полностью... А как же бронтирование и внутренний туризм, я прошу прощения? Куда поедут люди? В Киров, вятку? Вот я даже начал запинаться, потому что словосочетание Киров, вятка, внутренний туризм вызывает у меня полный какой-то ступор в голове. Я не понимаю, куда я могу толком пойти в Вятке, в Кирове, в самом городе. Большой ведь город, здесь фонари, здесь асфальт есть, цивилизация. Театры? Ну, про асфальт мы еще поговорим, это злободневнейшая тема. Но я не знаю, куда здесь пойти. Я съездил в этот Юркин, Валеркин, как его называют, в чистое лошекрепостного построенного парка. Ну да, это вот какое-то событие открылось, правильно? Да. Еще есть Метро, Джим Моу и кинотеатр Колизей. Макдональдс? Вот, нет, два, два Макдональдса, Светочка, два. По сравнению с этими вещами зовет в Вятче, это какой-то культурный Эверест, я не знаю, Джим Моунг. То есть, а, я не скажу, что я очень хорошо, но я покатался по Кировской области, я представляю Муржун, Вятские поляны, Иранск, Суну. То есть, даже Чепецк по сравнению со всеми ими выглядит еще как-то, да? Что человек будет смотреть там, что? А это потому, что ты не посещал клуб маркетологов и не участвовал в разработке их презентации и предложений, потому что... Расскажи мне об этом, я, может быть, что-то пропустил в своей жизни. Я тебе расскажу. Новая идея клуба маркетологов, у нас здесь обычно представляет эти идеи Алексей Обжерин, который его организовал и президентствует там. Значит, они предлагают, что, сегодня, кстати, вот буквально сейчас презентуют, советские раскрасить дома в стиле кукарского кружева. И считают, что это может стать одним из этапов проекта по привлечению туристов в районы области и популяризации туров выходного дня. Неплохо, неплохо. А вот ты советский был, скажи, пожалуйста. Нет, советский я... Это примерно то же самое, что и Иранск. Ну, я, скорее всего, приезжал, но нюанс даже в другом. Чуть похуже, чем Слободской. Если я вкладываю какие-то средства для того, чтобы привлечь туристов, да, то предполагаю, что эти средства я верну с помощью увеличения оборота, правильно? То есть количество туристов увеличится. Закономерный вопрос. Каким надо быть туристом, очень сильно хочется взять это сало в кавычки, для того, чтобы заплатить дополнительные деньги, чтобы в советский увидеть дома, раскрашенные в кружева? Что нужно сделать со своей головой? Как вот удалить головной мозг без анестезии? Для того, чтобы в здравомении трезвой памяти, да, поехать за деньги в Советск смотреть на кукаркины эти домики. Зачем? Вот кто поедет в Киров смотреть домики у вокзала, раскрашенные в домку? Кто? Кому это интересно? Да, это здорово, это оживляет, пейзаж это интереснее, чем чаховые коробки, которые у нас стоят везде и всюду, да. Но ничего другого. Если презентаторы сегодня получат... Презентаторы хорошие, если вам не нравится. Кто-то мне всегда делаешь комплименты, поэтому я тебя приглашаю. Если презентаторы сегодня получат добро от Министерства, курирующего туристическую отрасль... Оно им даст денег. И оно им даст денег, или каким-то образом вдруг скажут, что это внебюджетные, как у нас случается, знаешь, в последнее время, внебюджетные деньги найдены, то ты бы какое условие поставил этому самому клубу маркетологов под эти деньги? Никакого. Но ты только что сам говорил, если же вы раскрашиваете, так пускай будет бетонный турист. Нет, нет, я прекрасно понимаю, что наше правительство в пиковом случае, вот в пиковом случае, выделит денег на покраску домов. То есть это, там, не знаю, 100 тысяч рублей, подчеркиваю, рублей, 100 тысяч, 200 тысяч, 300, аж, может, 500 тысяч рублей. Хотя, я помню, что на программу «Покупай Вятское», где они раскрыли эти бумажечки ценничками, да, выделили аж 700 тысяч. Как мне сказала одна знакомая предпринимательница здесь, в Кирове, я бы за эти деньги думать бы не начала. У меня понравилась эта фраза. Вот за эти деньги невозможно сделать ни маркетинга, ни рекламы. Это деньги, рассчитанные просто на то, чтобы их истратить. Жму руку правительству, клубу маркетологов, по-прежнему там будет председатель Обжерин, они по-прежнему годами могут украсить все дома в Кировской области в любые узоры, цвета, орнаменты. Я уверен, что у них большое пространство для деятельности. В мусульманских районах, у нас ближе там к Кировской области, да, да, там наверняка можно найти кронические какие-то орнаменты, еще что-то. Там же запрещено изображение живых людей, то есть поэтому найдем что-то еще. С этим надо поосторожнее. В Судмуртии, опять же, ближе туда, там опять же появится что-то. И вот со всех сосенку, по сбору по сосенке, и глядишь, лет на 10-15 клубу маркетологов вполне хватит работы. А, денег на существование? Да, да, конечно, конечно. На прокорм клубу маркетологов. Понятно. Это Владимир Маматов со своим особым мнением на волнах нашей радиостанции. 22-го, если я не ошибаюсь, марта, точно марта, в пятиминуткой рекламы мэрии, пройдет прямая линия с главой города Владимиром Владимировичем Быковым. Пресс-служба главы сообщает, что линия пользуется большой популярностью, об этом пишет пресса. Так что возможно, что дозвониться до него в прямом эфире на телеканале «Россия-24», где будет он транслироваться, будет не менее сложно, чем задать вопрос Путину тебе, Володя. Я никогда не представляю, что Ваня Мир Быков будет для меня такой же... Не достижай, а ты попробуй. Я не дооценил его, я не дооценил человека. А прямая линия всего полчаса будет длиться. Не, ну телефон несколько... Ну да, согласен. Ну представь, Володь, я накануне этой прямой линии тебе даю в эфире нашей радиостанции время, чтобы ты этот вопрос Владимиру Васильевичу сформулировал. Хорошо. Какой вопрос бы я задал? Да. Я серьезно. Совершенно элементарно. Мне подсказала его дочь вчера, когда как раз я обмывался, что вот один из вопросов будет там Быков, там прямая линия, какой бы вопрос бы задали Быков, она говорит, какой вопрос, какой вопрос. А где дороги? По каким дорогам мы ездим? Пусть он сам проедет туда, куда мы ездим. Дело в том, что каждый день ее мать возит на Акроватику. Грубо говоря, из Костина до Солнечной, иногда из соревнований по городу. То есть, назвать это кошмаром, ну это неинтересно, в принципе, называть кошмаром. Меня интересует только один вопрос. Каким образом я рядовой автолюбитель? Ну, предположим, да? Как я могу повлиять на Быкова, администрацию и, самое главное, тех людей, которые делают эту дорогу? Вот в моем понимании это так. То есть, вот участок пути, в конце стоит голосовалка. Я подношу к голосовалке свое водительское усоверение и нажимаю «Дорога», номер такой-то, да? Да. И, собственно говоря, оценку просто выставляю. И смысл следующий. Если я выставил единицу, 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 еще сделали 10 тысяч водителей, которые проехали по этой дороге, то с ребят, которые делали дорогу, вычитаются все эти деньги, они ее заново переделывают, на хабучку получают все чиновники, которые распределяли эти заказы. Я оручаю, что вот на этом участке от Костина до города лично я бы вернулся три раза на эту голосовалку и понажимал специально. Потому что такого кошмара это поискать. А как ты думаешь, что Владимир Васильевич ответил бы тебе на это? Владимир Васильевич ответил бы гарантированно. Совершенно поэтому я просто это задавать не буду. Он ответил бы, что распределение денег, бюджет, понимаете, эквестированные платежи, еще что-то, еще что-то там. Распределение в этом году выделено, но основные фонды, не основные фонды, а дополнительные фонды и так далее. Я точно совершенно знаю из разговора с владельцем одного из асфальтовых укладочек припятили в Кирове, что официально стоимость, по-моему, квадратного метра асфальта 3000. Но в реальности до них доходит 900 рублей. До асфальтовых укладчиков. Да. С 3000 до 900. Да. То есть логика подсказывает, что при количестве украденного в две трети, никакая экономика, даже если у нас будет здесь кувейт, будут изумруды на деревьях, ну вообще будет замечательно. Никакая экономика, если воровать две трети, не выдержит. Мне приводили, например, Томск, еще что-то, где бюджеты, выделяемые на дорожную сеть, меньше в несколько раз. И состояние дорог там намного лучше. В Кирове делается как? То есть выкладывается асфальт, он разрушается через год, два, три. Никита Юрьевич заявляет, что это проблема мэрии. Это проблема мэрии, исключительно мэрии. Губернат не имеет отношения. Владимир Быков объясняет, что это износы фонда основной, приосновной, депортации, дотации. Сложный набор слов, из которых трудно выудить иногда даже логическую какую-то составляющую. И самое главное, что основная масса людей, в принципе, понимает, что изменить ничего нельзя. Поэтому эффективность прямой линии с Владимиром Быковым равна нулю. Потому что до тех пор, пока основная масса людей предполагает, что сделать что-либо с такими дорогами нельзя, вот я не могу это сделать, все. Это все. То есть это абсолютная показуха, это не скучно. Ты считаешь, что вот эти линии, которые сейчас проходят с Владимиром Васильевичем, это рабочий инструмент для решения насущных проблем горожан, или это все-таки с прикидкой на будущие выборы? Я думаю, что это гарантированно с прикидкой на будущие выборы, потому что никакого реального решения насущных проблем горожан я не наблюдал. О чем ты сказал уже только что. Хорошо. Я у меня вот абсолютно на днях как раз взбесила со страшной севы, когда кто-то начал рассуждать, по-моему, Рома Васильков начал рассуждать, о том, что нет скамеек. Где? Я не помню, где там, где и где. И я заражал, потому что, я говорю, понимаешь, в городе, где нет урн, урн, в который можно выкинуть окурок, да? Бумажка, окурок, ты знаешь, что. В городе, где нет урн, говорить о пандусах для инвалидов, это невероятные силы. У меня надо не подобрать печатные асфальты. То есть, а именно так все устроено. То есть, да, мы делаем пиар, но при этом банальные совершенно вещи мы выпускаем. Хотя стоимость нормального асфальта, нормальный хурт, это возможно, это не Копенгаген, это не Эверест, не Жимовун. Не надо штурмовать космос. Надо просто нормально заняться делом. Они не занимаются делом, по-моему. Это Владимир Маматов со своим особым мнением на волнах нашей радиостанции. Мы с тобой начнем следующий вопрос до перерыва, до которого две минуты осталось. И если, я думаю, что мы не закончим, мы продолжим уже после него. Итак, Единая Россия, любимая тобою. Я там работал пресс-секретарем. Вот. Расшифровал. Да, при Олеге Деряновиче Валенчуке. Я там работал пресс-секретарем. Вот, вот, вот. Единая Россия. Я там работал пресс-секретарем. Определилась с федеральными темами, с пятью федеральными темами основными для дебатов. Давай напомним нашим слушателям, что теперь кандидаты, которые пойдут на выборы в Государственную Думу, должны будут дебатировать. О, как. Правильно? Я ничего не путаю. Я не знаю, я слышу от тебя в первый раз, но это очень старая ниграя. Участники предварительного голосования партии Единая Россия проведут дебаты по пяти основным темам, среди которых коррупция, сбережение нации и качество повседневной жизни граждан, сбережение нации, промышленная политика, поддержка предпринимательства и развитие сельского хозяйства. Наряду с федеральными темами, цитирую я по сайту девятка.ру, Кировский региональный комитет партии Единая Россия в ближайшие дни определит дополнительные региональные тематики проведения дебатов. Каждый участник предварительного голосования должен будет принять участие не менее чем в двух площадках для дебатов и так далее, и так далее. Места и темы проведения дебатов Кировской области будут подтверждены уже до 25 марта, между прочим. Странно, что ты не знаешь человек, который обычно следит за этим. Кто определяет эти площадки? Я не знаю, кто определяет площадки. Видимо, оргкомитет партии Единая Россия. А, то есть оргкомитет партии Единая Россия обязует все остальные партии принять участие в дебатах? Нет, они определились со своими темами. То есть Единая Россия будет воевать с Единой Россией на дебатах, правильно? Все должны будут дебатировать. Все, кто будет принимать участие в области, должны будут дебатировать. Это, насколько я помню, решение Госдумы. А Госдума решила, что все будут дебатировать, организует Единая Россия. Единая Россия заявилась со своими темами, о чем они хотят говорить. Вот сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Другую никто не заявился, я понял. Потом обсудим. Володя Маматов, мы сейчас тут выяснили. Ты меня своими комплиментами и очаровательными глазами всегда смущаешь. Итак, дебаты. Итак, дебаты. Единая Россия подняла сама для себя решение, что все, кто пожелает выдвинуться в депутаты Госдумы, на пост депутаты Госдумы, должны будут пройти дебаты внутри своей партии. И вот внутри своей партии они определились с темами. Ну, хорошо. Да. Которые я тебе и перечислила. Я помню, да. Но все абсолютно кандидаты на депутатские места в Госдуме тоже должны будут дебатировать. Это отдельная тема. Сейчас мы говорим про Единую Россию, которая на всех правах представляет дебаты. Нет, я ничего не понимаю. То есть депутаты из других партий должны дебатировать тоже внутри своих партий? Нет. Все депутаты, все кандидаты в депутаты Государственной Думы должны будут участвовать в дебатах. Это пока мы оставим. То есть у человека должен быть значок «я прошел дебаты», правильно? Какие-то. Я не знаю, что там решит справедливая Россия внутри своей партии. Боже, как это все забудет. Но Единая Россия решила провести по американскому сюжету и внутри своей партии выдвинуть самого лучшего через дебаты на кандидатов в Госдуму. Понятно? Да, вот теперь ясно. Вот. Значит, с темами, о которых мы говорим на федеральном уровне, определилась Единая Россия, с региональными пока не ясно. Как ты себе представляешь кандидатов от Единой России, Кировской области? Ты их видишь уже? Ну, я примерно представляю. Ты их называл, давай вспомним. Олег Дорианович, да? Ну, он пойдет, да. Который тебе очень известен. Кто еще? Азимов. Ну, Азимов, а он не от Провороссов пойдет? Я не помню, кстати. Не от Единой России? А может быть, кстати, да. Тоже не помнишь, да? Ну, Рахим Суравхима, а единственный вид был этот самый, да. Так. Кто еще от Единой России? Ну, кто-то еще наберется. Ну, представь себе, должно же быть несколько человек, чтобы состоялись дебаты. А где и в каком месте ты бы рекомендовал им дебатировать? На кухне, за бутылкой водки. И в прямом эфире. Вот тогда я бы, пожалуй, на секунду поверил, что эти люди проводят дебаты. Это надо совместить, извини, кухню с водкой и в прямом эфире? Я совершенно... Или отдельно. Я в России совершенно не представляю политических дебатов. Я представляю себе дебаты великолепно. Представляю себе, потому что гляжу на них уже, наверное, очень давно. Стандартные русские дебаты на кухне, где сторонники разных политических движений, тем отстаивают, выдвигают требования, ультиматумы, разбираются друг с другом, дело чуть ли не доходит до драк, идут взаимные оскорбления и воспоминания о родственниках, о ГУЛАГе, Сталине, о Гагарине, там ещё о чём-то. Всё, эта атмосфера накаляется. И, наконец, на утро все опять дружат. Всё хорошо. Это традиционные русские кухонные дебаты. Они мне известны. Что такое русские политические дебаты? Я представляю себе скучнейшую какую-нибудь студию в каком-нибудь ТВ, допустим. Ну, без разницы, там ГТРК, там РЕН, ТНТ, всё что угодно. Стандартная студия со стандартным ведущим, который модератор. И трое, допустим, дебатчиков, как они правильно... Дебатёров. Дебатёров, да. Как это были эти демонстратёры, да. Презентёры. Презентёры, да. От Единой России. И они начинают, сидя в костюмах, галстуках, приличные люди, осанятся спокойно, уверенно, они начинают говорить о том, что да, коррупции действительно нужно поставить жёсткий, по-настоящему жёсткий засон. И национальное богатство не должно транжириться, мы должны увеличить отчисление туда. Нет, говорит другой товарищ, отчисление туда увеличивать не стоит. Надо увеличить отчисление туда. При этом обычный обыватель, обычный человек, не понимает вообще, о чём нет речи. Потому что он никогда не разбирался в макроэкономике, он не понимает, что это такое. И надежда на то, что обычный человек разберётся в макроэкономике, нулевы. Это невозможно. То есть эти люди будут показывать обычную фальш-панель, то есть ширму. Обычный кукольный театр. Я не вижу в этом предложении Единой России ничего, кроме желания каким-то образом продать своё существование на грешной земле. То есть люди как-то пытаются веселить народ, оправдывать какие-то ожидания, видимо, власти, ещё что-то. Ну, бог с ним, это постоянно случается. Ну, а как ты, мы с тобой помнишь, говорили как-то в программе «Мужская пятница» о том, что неплохо бы такие ставить, делать отсечки и ставить метки о том, как вообще идёт сейчас предвыборная борьба между кандидатами. Да, вот какие-то такие штуки, они всплывают тоже в СМИ. Например, Азимов пьёт детей в Артек. Ну, Азимов... Валенчук раздаёт семена. Да, да. Традиционно. И едет в детский дом. Да. Вот. С подарками. Дети семена. Валерий привозит туроператоров из соседних регионов. Да, это уже совершенно. И устраивает пленэр художников. Угу, тоже не помню. А Мамаев Сергей Павлиныч поссорился с Дорониным Сергеем Александровичем. Ну, надеюсь, не бил Дорониным, по крайней мере. Вот как оцениваешь силу накала сейчас предвыборной борьбы? Можно о нём говорить? Просто никак. Так щекочут друг друга чуть-чуть? Да, они делают шашки. Шашки, которые абсолютно программируемы, продуманы. Они заранее известны, там ничего нового не происходит. То есть, Сергей Павлиныч по привычке ссориться с кем-нибудь. Это его сильная сторона. Это очень сильная сторона. Сергей Павлиныч, он в своих такой партии, которая всё время что-нибудь у кого-нибудь отстаивает. Всё время. То есть, у него задача отстоять. Что у кого, где к чему придёт, неважно. Главное отстоять. То есть, то, что крепостнов приводит... Ну, пленэр – это великолепно, потому что, насколько я помню, Музей мороженого, Юркин парк. Ну, вообще всё это меценатство. А ты считаешь, что это меценатство? Ну, это, по крайней мере... А не бизнес? Нет, так называется, по крайней мере. А что это на самом деле представлять, я не разбирался. Но суть в том, что у него вот есть такой флёр, орёл того, что это меценат. Всё, человек с деньгами, позволяющий себе делать какие-то, действительно, вещи, ведущие нас к красивому светлому будущему. То есть, Азимов поступает совершенно нормально, как советский партийный лидер, там, не знаю, 70-х годов. Детей в Артек, дитям мороженого варить цветы. Всё. Вот, то есть, детей в Артек. Валенчук... Раздал семена, отвёл... Я тут вспомнила просто, у меня мама, которая год жалуется, что очень плохая всхожесть у семян, которые покупаются в магазине. В этом году в особенности. В магазине? Ну, вообще, я не знаю, может, она ходила и на раздачу, но не признавалась в этом. Ну, в магазине, да. Схожесть семян плохая. Вот если бы Олег Дорианович обеспечил садоводом хорошую схожесть семян, я думаю, что вот тут без проблем бы его исправили, честное слово. Хорошая схожесть семян, да, это... Ну, это задача проще, чем обеспечить хорошую цену на ней, вот для Вадима Ивановича Путина. Это, да. Проще. Она достижима, на самом деле, при определённых вложениях, хорошей качестве. Возможно, возможно. То есть, садоводы Кировской области, в принципе, должны любить. Их всё меньше, правда, становится, и они... Мне кажется, что наоборот. А, то есть, думаешь, кризис загоняет... А-а-а. Да. То есть, Олег Дорианович прозорливо взглянул... Мало того, садоводство в этом году получает деньги по ПМИ, да, проект поддержки местных инициатив, они активизировались в этом году очень даже. Я каждый раз убеждаю, что мои представления о жизни недостаточно. Да, потому что нет дачи. Да, то есть, оказывается, садоводы атакуя. Вот я понял тебя. Конечно. То есть, Олег Дорианович сделал беспрогрежную ставку на садоводов. Насколько Рахимов сумеет с Артеком... Ну, хотя Артек – это всегда красиво. Это всего лишь один штрих. Разовая, да? Один штрих. Ну, то, что сейчас происходит в политической борьбе в Кировской области, я бы назвал взаимными танцами. Такой балет. То есть, ребята... Перерастет ли этот балет в настоящее сражение? Нет, не перерастет. Все договорятся. Совершенно правильно. Это будет очень скучно, очень однообразно и более чем предсказуемо. Там нечего делать. То есть, там... Вкусно. Ну, да, но впереди нас ждут, я думаю, более веселые годы. Я понимаю, что ты ждешь выборов в городскую, думаю, видимо. В Апиане, нет. Выборы в городскую уже будут гораздо интереснее. А то, что будет дальше происходить, я думаю, нарастает, нарастает, нарастает. Я не очень понимаю, куда ты будешь. Ну, все очень просто. То есть, ситуации... Думаешь, что политическая борьба будет обостряться? Конечно, я уверен. А не наоборот? Не наоборот. Не станет вот гладким и чистым поле, где будет одна сплошная партия ходить? Вот в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом году, как раз она дошла... Это была не политическая борьба. Это было как раз ровное, утрамбованное, красивое поле. Посаженное вот первой травкой буквально, которой Олег Гадриевич... Которая зайдет. Сейчас наоборот происходит. То есть, то, что было быстро, оно уже перестает работать. Я думаю, что потребуется несколько лет до того, чтобы и население, и люди, у которых есть какие-то хотя бы деньги, начали задумываться, а вообще к чему эта ситуация, да? То есть, я допускаю вполне, что 5-7 лет и политическая борьба опять возник. У нас остается 2 минуты до завершения эфира. Напоминаю, что Владимир Маматов высказывает сегодня свое особое мнение. Скажи мне, пожалуйста, как ты относишься к идее журналистского профсоюза, которая возникла после трагических событий в одной из наших Кавказских республиках? Когда на журналистов напали, ты помнишь? Ты не слежишь? Я не слежу, к сожалению, да. За этой информацией? Я уже просто не успеваю отслеживать все на свете, но... Давай я тебе так скажу. Я слышал там нападение на автобус. После чего? После чего последовало предложение создать профсоюз сотрудников прессы, да, для журналистов, чтобы защищать их, в частности, в таких ситуациях. Я целиком положительно отношусь вообще к идее профсоюзов. Почему? Почему? Потому что я не знаю, как в других странах, как говорил Василий Иванович Чапаев, языков не знаю. Но в России я абсолютно уверен, что нормальные профсоюзы – это необходимость. То есть нужно возрождать институты не только журналистов? Только не возрождать, потому что в советское время профсоюзы не существовали в отрыве от власти в принципе. Сейчас нужны профсоюзы независимые. К сожалению, к счастью, к сожалению, профсоюзы – это всегда возможность дополнительного давления на власть, манипулирование. Они очень часто приватизируются людьми. В Америке, например, в 320-30-х годах, во время сухого закона, в профсоюзах было очень много философов. То есть очень много. Кто должен возглавить нашу профсоюзу, чтобы они… Смешников? Ну, давай хотя бы смешниками. Со смешниками я вообще не совсем понимаю, как смешный профсоюз можно организовать. Просто не понимаю, потому что… Ты сам себе противоречишь? Про профсоюз – это хорошо, я не понимаю, как его организовать. Очень хорошо, я не понимаю, как его организовать. Потому что, допустим, я знаю, что у нас есть, допустим, «Дождь», да? Телеканал «Дождь». Есть НТВ, телеканал, и есть телеканал ТНТ. Если смотреть на них отдельно, да, то есть… Полминуты. Да. «Дождь» критикует власть, НТВ – за власть, ТНТ занимается просто обычной вещью. Но всё это «Газпром-медиа». Каким образом мы собираемся организовать профсоюз под «Газпром-медиа»? Как? Кто будет? Кто будет рулить профсоюзом в любом случае? Как мы будем оценивать всё это? Что такое общественная организация в России? Очень большой вопрос. Самое главное, чтобы не попало в категорию иностранных агентов в итоге, например. Ну, 37-й год мы все любим. Да, спасибо. Спасибо, Владимир Маматов, со своим особым мнением в нашей программе. Я, Светлана Занько, упрощаюсь с вами. До свидания.